Штатов за заявление слова представителю Российской Федерации. Господин председатель, благодарим помощника генерального сестра ООН Мирослава Енчу за брифинг. Российская Федерация крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 и 13 сентября, а также последующими перестрелками. В результате погибло большое количество военнослужащих, есть пострадавшие среди гражданского населения. Выражаем глубочайшие соболезнования их семьям. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Считаем применение силы неприемлемым. Рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В целях стабилизации ситуации руководство Российской Федерации находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. Вопросы снижения напряженности обсуждались в ходе телефонных переговоров президента России Путина и премьер-министра Армении Пашиняна, министра иностранных дел России, Армении и Азербайджана, а также министра обороны России и Армении. Ожидаем, что данная тема будет в центре внимания в ходе встречи Путина с президентом Азербайджана Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября. Существенные усилия предпринимаются по линии Министерства обороны и погранслужбы ФСБ России. Наши военные находятся в тесном контакте с обеими сторонами в целях достижения устойчивого прекращения огня и извращения азербайджанских и армянских военнослужащих на исходные позиции. Данная ситуация стала предметом обсуждения на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности УДКБ 13 сентября. Ее результатом стала договоренность о направлении в Республику Армения миссии секретариата и Объединенного штата УДКБ для изучения обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и выработки соответствующих рекомендаций и предложений, которые впоследствии будут рассмотрены главами государств и членов нашей организации. По их решению возглавляет миссию генеральный секретарь УДКБ Станислав Зайс и начальник Объединенного штата УДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Сегодня миссия приступает к выполнению поставленных перед ней задач. Рассчитываем, что ее объективная работа на месте станет одним из факторов, которые будут способствовать деэскалации ситуации. По-прежнему исходим из того, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, а в части, касающиеся пограничных вопросов в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России. К слову, первая встреча национальной делегации состоялась 24 мая на самой границе, вторая прошла в Москве 30 августа. Основная работа будет вестись с Баку и Ереваном, но мы готовы делиться опытом в сфере делимитации и демаркации границ на постсоветском пространстве, предоставлять картографические и иные материалы и оказывать другое необходимое консультативно-техническое содействие. С тем, чтобы эти усилия были эффективными, важно способствовать повышению уровня стабильности и безопасности при границе, без вмешательства этой деятельности извне и избегать политизации. К сожалению, как показали события 12-13 сентября, вопросы делимитации и демаркации весьма чувствительны и без срывов и обострений не обходятся. Необходимо скорейшая стабилизация и возвращение диалога. Господин председатель, российская сторона прилагает все усилия для нормализации отношений между странами на основе упомянутых трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Первая из них, прежде всего, прекратила боевые действия и определила параметры размещения вдоль Лачинского коридора и линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта российского миротворческого контингента. Наши миротворцы по-прежнему обеспечивают режим прекращения огня в зоне своей ответственности и содействуют в решении острых гуманитарных проблем. В развитии положения первого заявления в январе 2021 года было принято следующее, посвященное разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Сейчас создана и действует трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. По ее линии проделана серьезная работа, ведется согласование пакета основных проектов с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом из соседней страны. Число таких проектов входит в строительство железной дороги, а также автотрассы между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой через территорию Синихской области Армении. Одной из ключевых тем третьего заявления 26 ноября 2021 года стало как раз создание механизма демаркации и демилитации границ. Кроме того, одно из центральных мест наших усилий по содействию армян-азербайджанской нормализации занимает тема подготовки мирного договора. Востребованность соответствующего российского содействия нам подтвердили обе стороны. Относимся к данному вопросу со всей ответственностью. Невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности, работа не останавливалась. Российский спецпредставитель по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Хаваев посетил 8-9 сентября Баку и 13-14 сентября Ереван. Соответствующие консультации и поиск точек соприкосновения будут продолжены. Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Убеждены, что основой для нормализации отношений Баку и Еревана остается полной имплементацией положения трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Все три документа носят комплексный характер, неразрывно связаны и их положение вытекает одно из другого. Их выполнение обеспечивает условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает интересам не только государств региона, но и всех его соседей. Россия настроена на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации договоренностей в тех формах и объеме, которые приемлемы для обеих сторон. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий со стороны как Баку, так и Еревана, а также единства международного сообщества. Геополитическая конкуренция и игры с нулевым результатом могут только навредить процессу. Но главное на сегодня прекратить боестолкновения и выполнять договоренности о прекращении огня. Благодарю вас.